Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Мы продолжаем читать вторую маковейскую книгу. Читаем мы ее в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайной Великановой. И сегодня у нас одиннадцатая глава. Как мы помним, вторая маковейская книга описывает историю сопротивления еврейского народа против оккупации со стороны селевкидов, огромного государства, для которых Иудея была одной из важных, но маленьких провинций. И сначала по грехам и богоотступничеству первосвященника и многих других лиц враги, захватчики были успешны. Бог отступил от Израиля, прогневался на Израиль, был разрушен Иерусалим, множество жертв, был разграблен храм. Но потом, прежде всего, благодаря мученичеству старца Елеазара и семерых братьев и других мучеников, о которых подробно не рассказывается, Бог умилосердился над Израилем. И вот Иуда Маковей возглавил сопротивление, и одна победа за другой. Вот так услышал Господь молитвы мучеников, которые просили, «Господи, пусть на нас остановится гнев Твой, мы умираем, но с милостью все над Израилем, над Твоим народом». И вот мы продолжаем читать, как осуществлялась эта милость Божия над Израилем, как через многие испытания, очень непросто, но Израиль добивался своей независимости. Спустя совсем немного времени, говорит одиннадцатая глава второй Маковейской книги, после предыдущих событий, Лисий, опекун и родич царя, поставленный над государственными делами, чрезвычайно удрученный этими событиями, собрал около восьмидесяти тысяч пехоты и всю конницу, и выступил против иудеев с намерением сделать город местом обитания эллинов. Лисий, чрезвычайно приближенный к царю человек, военачальник, собирает огромную армию для того, чтобы, ну, как можно сказать, решить все-таки вот этот еврейский вопрос, раздавить Израиль, прекратить попытки Иуда Макове и его соратников сопротивляться, не просто заставить жителей Иерусалима отступать от отеческих законов и быть такими вот эллинизированными людьми, а населить, просто поселить туда эллинов, греков, которые жили бы по своим законам, чтили бы своих языческих богов. Вот такие планы у Лисия. Храм он задумал обложить податью, как и прочие языческие святилища. Должность первосвященника ежегодно выставлять на продажу. Храм Иерусалимский еще решением Антиоха III был освобожден от налогов, от податей. Вот такие особые привилегии были даны этому храму, потому что многие и маленькие, и очень известные, и богатые языческие храмы, они должны были платить дань в пользу вот этих селевкистских правителей. Иерусалимский храм, простите, был освобожден от этих обязанностей. Никакие средства он не вносил, но Лисия решила навести порядок. Храм должен платить податя. А первосвященник, мы помним, что книга начиналась с того, что вместо того, чтобы благочестивые и праведные люди становили первосвященниками, чтущие Бога, эту должность просто покупали за взятку. Люди нечестивые и развратные, и алчные, и корыстные, собирали деньги, опережая друг другу, пытались выкупить эту должность у царя. И Лисий решил просто и в этом деле тоже навести порядок, уже не как взятка, а просто откровенно продавать эту должность, эти деньги, так сказать, получать в казну официально. И каждый год вот еще один источник дохода, и так становились бы новые первосвященники. Такие были его планы. Нисколько не беря в расчет могущество Бога, он кичился десятками тысяч пехотинцев, тысячами всадников и восьмидесяти слонами. Неоднократно и во Второй Маковейской, и в Первой Маковейской книге, и у историков, которые описывают эти события, упоминаются слоны как особая ударная сила селевкидской армии. Слоны были и в таком физическом плане, мощным оружием, страшный и огромный зверь, и, наверное, еще и в психологическом плане, вот эти невиданные существа, привезенные из Индии, они наводили какой-то страх, трепет и ужас своей мощью. Разъяренный слон, это действительно страшно выглядит, и это вот приводило противников в ужас. И так, вступив в Иудею, приближившись к Бетсури, к укрепленному месту, отстоящему от Иерусалима, с Хенов на пять, начал Гевуасаду. Когда ратники Маковея узнали о том, что Лисия осаждает эти крепости, они, скорбя и плача, вместе с толпами народа, стали просить Господа поскать доброго ангела для спасения Израиля. А Маковей, сам первым взявшись за оружие, призвал других вместе с ним, презирая опасность, пойти на помощь своим братьям. И они с воодушевлением выступили все вместе. Вот это одна из особенностей тактики, можно так сказать, Иуда Маковея. Он, конечно, великий военачальник, проведя свою юность детства в совсем других занятиях, вот сумел как-то так почувствовать воинское дело, так загореться этой идеей освобождения своего народа, что оказался большим, очень профессионалом в этом военном деле. Но полагается он не на свои силы, не на свою мудрость, не на свой опыт, не на свое умение. Перед каждым сражением, перед каждым столкновением обязательно молитва, общая молитва армии, самого Иуды. И вот здесь тоже об этом говорится. Сначала молятся, потом Маковей, сам первым, берется за оружие, вот во главе этого войска выступает. И если первая Маковейская книга примерно о тех же событиях, говорит вот с чисто исторической точки зрения, только описывает события, то вторая Маковейская книга как бы богословски осмысляет это, и эти же самые события, и неоднократно упоминает вот всякие такие чудесные явления, чудесный ответ Божий на молитву. И вот еще возле Иерусалима им, то есть Иуде и ратникам, которые с ним вместе идут, им явился, ведя их за собой всадник в белой одежде, потрясавший золотым оружием. «Они все вместе возблагодарили милосердного Бога и воспряли духом, готовый кинуться не то что на людей, но на самых лютых зверей, на железные стены. Они шли вперед с оружием, имея небесного союзника, ибо Господь минувствовался над ними». Вот так Господь отвечает на их молитву. Вот они видят какого-то небесного посланника, всадника, ангела. И это небольшое количество людей вдохновляется таким образом, что готовы сражаться с огромной, превосходящей их очень сильно по численности армии врага. «Как львы кинулись они на врагов, уложили 11 тысяч пеших, 1600 конных, а всех остальных обратили в бегство. Причем большинство были ранены, бежали оттуда на Гешум, да и сам Лисий спасся постыдным бегством». Здесь подчеркивается, что этот разгром привел именно к такому постыдному, позорному бегству Лисия и оставшейся части армии. На Гешум они ушли, имеется в виду без доспехов, без оружия, потому что все это досталось Иуде Маковею и его соратникам. Но не будучи лишен разума, Лисий стал раздумывать над поражением, которое он потерпел, и понял, что евреи непобедимы, ибо в союзниках у них могущественный Бог, а потому через пасханцев убедил их заключить мир на справедливых условиях и посолил уговорами склонить царя к дружбе с ними. Заботясь об общей пользе, Маковей согласился на все, что предлагал Лисий, ибо царь уступил во всем, что упоминалось в письме Маковее, переданном через Лисия. После такого страшного сражения уже с действительно очень высокопоставленным военачальником селевкистским с Лисием заключается мирный договор. Чуть позже мы узнаем, что Лисий вероломно нарушил этот договор. Вероятно, и в момент заключения этого договора он согласился на все условия, вызванутой Иудой Маковеем, но это для того, чтобы взять паузу, собрать новое войско, решить какие-то свои проблемы, связанные с тем, чтобы не потерять, а, возможно, даже еще и укрепить свое место при селевкистском государе. И вот, тем не менее, в этот момент заключается, я бы сказал, даже не мир, а перемирие. И автор Второй Маковейской книги приводит нам переписку. Послания, которые Лисий написал иудеям, были вот какого содержания. «Лисий приветствует всех иудеев. Иоанн и Авиасалом, посланные вами, передали приведенную ниже грамоту и спрашивали о том, что в ней значится. Поэтому я разъяснил царю то, что следовало ему донести, и во всем, в чем было возможно, он пошел на уступки. Итак, если вы сохраните вашу верность в его державе, то я постараюсь впредь действовать вам во благо. Я поручу вашему моим пасхам обсудить это с вами вместе с частными вопросами. Будьте здоровы!» Год 148, 24 число, месяца Диаскрифиния. А письмо царя было вот такого содержания. Царь Антиох приветствует брата Лисия. «Отец наш отправился к богам, и мы желаем, чтобы жители царства могли спокойно заниматься своими делами. Нам стало известно, что иудеи не соглашаются на предпринятую отцом перемену обычаев на эллинские, предпочитая собственный образ жизни и просят, чтобы им были оставлены их законы. Вот почему, желая, чтобы и этот народ миновала смута, мы выносим решение, чтобы храм их был восстановлен, а сами они жили сообща по обычаям своих предков. А потому мы приветствуем отправку к ним послов и заключения мира, дабы они, зная наши намерения, были настроены доброжелательно и довольны вернулись к своим обычным занятиям». Ну, вероятно, все эти письма, они на самом деле в содержательной части, так сказать, принадлежат все-таки именно Лисию. Лисий действует тут от своего имени и как бы от имени молодого царя Антиоха V, опекуном, воспитателем которого он был. Ну вот от имени царя он заключает мир, соглашается с тем, что евреи могут жить по своим законам, чтить Бога так, как они считают это правильным, восстановить храм. И вот он пишет еще одно письмо. Письмо царя к народу было вот каким. «Царь Антиох приветствует совет старейшины, иудеев, прочих иудеев. Если вы здоровы, нам это по сердцу, и мы тоже здравствуем. Менилай объяснил нам, что вы хотите, вернувшись домой, заняться своими делами. Итак, я поручусь за безопасность тех, кто возвратится до 30-го к Санфика, иудеи смогут придерживаться своих обрядов и законов, как и прежде, и никого из них никоим образом не побеспокоит из-за имевшихся недоразумений. Я поскал к вам Менилай, чтобы он подбодрил вас. Будьте здоровы! ГОС-148, 15-е к Санфика. И прислали им письмо и римляне. Вот какого содержания. «Квинт Мэмми и Тит Манли, легаты римлян, приветствуют народ иудеев. Мы согласны с теми уступками вам, на которые пошел родич царя Лисий. О том, что он будет докладывать царю, вы рассудите немедленно и отправьте к нам кого-нибудь, чтобы мы могли изложить все по вашим пожеланиям, поскольку мы отправляемся в Антиохию. Так что поспешите, пошли людей, чтобы и мы могли узнать, какого вы держитесь мнения. Будьте здоровы! ГОС-148, 15-е к Санфика. Ну вот такая переписка. Все письма, почти все письма подписаны одним и тем же числом по летоисчислению, связанному вот со событиями, завоеваниями тех времен. Это не тот летоисчисление, к которому мы с вами привыкли. И для иудеев, вот в результате этой новой победы, наступает некоторая передышка и некоторая возможность вот вновь собраться с силами, прийти в себя, заняться какими-то своими мирными делами, мирными целями, но это еще не полная победа. Это только небольшая передышка. О том, как развивались события, дальше мы узнаем и следующий глав. А сегодня мы читали 11 главу второй Маковейской книги в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала «Экзегет». Брагинская и Шмайной Великановой «Экзегет» «Экзегет»